Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Виталия. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Виталия. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Рада встречи и рада всех приветствовать в этой комнате. Зовите меня Азель. Азель. Добро пожаловать, Азель, в нашу комнату диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного Виталия, вытащили все, что ему мешало. И у него остались 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезно на эти вопросы ответить? Конечно же, я с удовольствием отвечу на все вопросы развивающейся души. Благодарю вас, Азель. Я начинаю с первого вопроса. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Какой великолепный вопрос. Моя душа трепещет и вибрирует, отвечая на такие вопросы. Ты ангельская душа с 10 ангельского уровня. Как выглядит 10 уровень, я объясню. Это свет, много света, потому что много ангельских душ, которые созидают, изучают, общаются, обмениваются энергиями и воплощаются на разные объекты, понимая, что нужен новый опыт. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, чтобы вас не перебивать. Просто когда вы закончите, чтобы вы выразили свою мысль, просто скажите, я закончил, я буду знать, я могу переходить к следующему вопросу, не перебив вас. Благодарю вас. И на этом месте мы приветствуем представителя ангельского мира. Мы очень вам рады. Благодарю за эту встречу. Идем дальше. Второй вопрос. Какой уровень развития моего высшего «Я» и как я могу его развивать? Как я уже сказала, 10 уровень высшего «Я». Развитие высшего «Я» зависит от воплощения души на объекте. В данный момент ты проходишь свой опыт на планете Земля. И в соответствии с земными проблемами, задачами, эмоциями и реакциями, принятие твоего решения, соответственно, твоя душа развивается или стоит на месте, а также это может быть регрессия на более низкий уровень. В данном случае твоя душа на пути развития и впитывает в себя знания, интересные душе. Развитие состоит из правильных принятий решений. Согласованы они с душой, интуитивно. Каждая душа знает, что на правильном пути. Какие цели ставит себе человек? Корыстные это цели или же цели милосердные? Но не нужно забывать, что добро нужно защищать. На Земле, говорят, добро должно быть с кулаками. Я объясню, в чём правильность этого выражения. Развивая свою душу, вы увеличиваете энергии и вибрации. Этот свет видят интерференты, подселенцы и все те, кто находятся на разных уровнях матрицы Земли. Поэтому, развивая свою осознанность, сознание, повышая свои умственные способности, а также разные знания любого плана, вы должны защищать свои энергетические тела и центры. Для этого ваш внутренний дух должен быть сильным, предупреждённым, уверенным. Именно эту уверенность увидят интерференты. Не надо забывать, что интерференты могут находиться в окружающих вас людях, которые будут вас провоцировать, которые будут пытаться забрать вашу энергию. Именно здесь вы должны дать чёткий отпор и понять, с кем нужно продолжать общение, а с кем нужно остановить общение, защищая свои энергии. Кажется, я расширила ответ. Очень понятно, уважаемая Азель. Единственный у меня вопрос возник, если позволите. Вы сказали ангельский уровень десятый и высшее я десятая, правильно? Правильно. Хорошо. Третий вопрос. На что мне стоит обратить внимание при моём дальнейшем эволюционном развитии? По-моему, сегодня это прозвучало несколько раз. Излишняя мягкость и терпение по отношению к тому, кому не нужно терпеть и быть милосердным. Абсолютно верно. Куманоида нельзя упросить мягкими словами, чтобы он ушёл. Он этого не поймёт. Поэтому нужно иметь твёрдый дух. Это и есть стержень. Я хочу, чтобы меня правильно поняли и не путали доброту с мягкостью. Доброта и терпение — это хорошие качества. Но когда это идёт в ущерб себе и своим энергиям, это нужно понимать и отличать. Именно здесь аналитический ум и интуиция подсказывают. Всё работает в одной единой цепочке. Ум, душа и тело. Ты прекрасно это знаешь. Без этого никакая медитация не сработает. Всё должно быть в балансе и гармонии. Благодарю. Благодарю вас за этот исчерпывающий ответ. Переходим к следующему вопросу. Четвёртый. Какие таланты моей души мне нужно раскрыть? Я бы назвала это «Знания». Глубокие знания, глубинные знания. Именно внутренние, не поверхностные. Когда у тебя есть глубинные знания, вокруг тебя меняется. Твой взгляд меняется. Ты видишь объекты и души совсем по-другому. Наблюдать. Это поможет тебе в развитии наблюдения и анализ. Наблюдение и анализ. Это как рентген. Смотришь на человека, анализируешь его поступки, делаешь выводы. Так ты становишься наблюдателем. С получением знаний твой внутренний стержень укрепляется, а оболочка и защита усиливаются так, как её становится видно. Видно становятся твои глубокие знания. Кажется, я понятно объясняю. Замечательный ответ. Я всё понял. Здесь вообще не возникает никаких вопросов. Полностью развернутый ответ. Добавить нечего. Благодарю. Позвольте дальше переходить. Пожалуйста. Пятый вопрос. Каковы мои способности из прошлых жизней и как их развивать в этом воплощении? Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь? Я не буду касаться физических способностей из прошлых жизней на Земле. Я скажу особенности души. Пожалуйста. Особенности души – это доброта и терпение. Сейчас же тебе нужно защищать, научиться защищать свою доброту и терпение, чтобы на них не паразитировали. Для этого нужно внутреннее наращивание духа и стержень. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Шестой. Какая моя самая гармоничная сфера реализации на Земле? Сфера, которая будет приносить удовлетворение душе. Сфера, в которой тебе будет приятно развиваться и то общество, с которым тебе будет приятно общаться. Как бы ни банально это прозвучало, но твоя душа сама ведёт тебя по направлению своего развития. Твоя лишь задача – анализировать события и окружающие тебя, людей и происходящие действия. Благодарю. Уважаемая Азель, позвольте наводящий вопрос к этой теме, о которой мы только что говорили. Мы сейчас говорили о гармоничной сфере реализации на Земле. Вы практически, как я понимаю, сказали сейчас о том, что нужно согласовать свои действия со своей душой и с гармонией, в этой гармонии, с согласией души идти определённым путём, который душа подсказывает. В этом случае человек будет гармонично развиваться. Я правильно вас понял? Не только развиваться духовно, но и экономический вопрос, так как вы живёте в материальном мире. Благодарю вас за это дополнение. Я думаю, это очень важно будет для Виталя. Ваша интуиция – это и есть то, что вы должны слушаться, как я уже сказала, наблюдать и анализировать. Душа сама ведёт к правильному пути. Благодарю вас. Я продолжаю. Пожалуйста. Седьмой вопрос. Каковы мои основные текущие ограничения мышления или другие ограничения, которые мешают моему развитию? У развития души нет ограничений. Есть ограничения. Я бы сказала, это умственного характера. Некоторые вещи ты не додумываешь до конца, но интуитивно ты направляешься в правильном направлении. Ты не видишь пока целой картины. Но в общем ты в правильном направлении. Как вы и сказали, позиция наблюдателя очень поможет в этой ситуации себя понять. Именно так. Благодарю вас, уважаемая Азель. Не хватает глубины. Глубины и анализа. Хорошо? Именно так. Наблюдать и анализировать. Да, мы сегодня заметили в чистке была такая ситуация, но я со своей стороны уже объяснил. Мы ещё когда зачитали манифест, Вера заметила, что немножко мягко читает, как будто упрашивает. Я объяснил, что он имеет право заявить о себе и потребовать своей свободы. Тогда его услышат и заметят по цвету изменившегося его стержня, что он имеет серьёзные намерения. Для этого надо, конечно, сделать шаг один, два, три и так далее, чтобы дойти до этой ситуации. Всё складывается в очень интересную картину. Я благодарю вас, уважаемая Азель. Вы хотите добавить что-то? Я на данной этапе не хотела бы добавлять лишней информации, так как данная информация должна быть переработана. Благодарю вас. Следующий вопрос. Восьмой. Какой у меня стержень, цвет, структура и как его заполнять? Это ангельские энергии. Они светлые, белого цвета, излучающими лучами. Попробуй представить, как ангельский свет проходит по всем твоим чакрам, начиная с нижней. Из красной в оранжевую, жёлтая, зелёная, голубая, синяя, фиолетовая. Из чакры в чакру проходит белый поток ангельских энергий, распоряясь и вынося свои энергии лучами за пределы твоего тела. Ширина, крепкость, я бы назвала это уверенность твоего духа или стержня будет зависеть от тебя, от твоей визуализации, от твоего чувства потоков и вибраций. Ты можешь представить свои тонкие тела и своё физическое тело внутри. В расслабленном состоянии можешь визуализировать ангельские энергии, как стержень внутри себя и дать ему расслабиться. Тогда из всех твоих энергетических центров, маленьких и больших, будет выходить ангельские энергии, как лучи, окутывая тебя и распространяясь далеко за твои энергетические тела. Сила и диаметр твоего света, опять же, будет зависеть от тебя, твоего намерения и визуализации силы духа. Благодарю. Благодарю вас, Азель. Девятый вопрос. Как запустить мою меркабу и улучшить её работу? Твоя меркаба активирована. Улучшить работу меркабы ты можешь намерением, чётко понимая, для чего она и как она выглядит. Благодарю. Благодарю вас, Азель. И последний, десятый вопрос. Сколько кармических узлов я прошёл и сколько ещё осталось пройти? Ты прошёл три кармических узла, два кармических узла впереди. Благодарю вас, уважаемая Азель. Вопросов больше не осталось. Я со своей стороны прошу прощения за наводящие вопросы. Я ни в коем случае не хотел вас перебивать в том плане, до какой информации он дошёл или нет. Но дело в том, что мы с Верой, по желанию Виталия, скоро будем его учителями здесь, обучая его этим же техникам, о которых вы говорили. Эти вопросы, которые я задавал, они были связаны практически именно с этим моментом. Я спрашивал для него, для того, чтобы он это мог для себя более чётко визуализировать и понимать. Ну и, безусловно, остальную работу я буду ему помогать, отвечая на все его проблемы, вопросы, которые у него есть. И тем самым надеюсь, что это приведёт к дальнейшему развитию осознанности его души и, соответственно, прогрессу. Прекрасно. Как я уже сказала, моя душа ликует от радости, наблюдая за развитием и прогрессом. Для куратора это самый большой подарок, насколько мы знаем. Уважаемая Азель, сейчас ваша душа ещё будет больше радоваться. У нас есть очень добрая традиция, возможно, которую вы ещё не знаете в этой комнате диагностики. Но каждому куратору и каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определённый подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, самыми сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Азель, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок. В знак благодарности за её визит, за её помощь и ответы своему подопечному. И просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Это великолепный подарок. Я благодарю вас за него. И хочу напомнить, что встречи ещё будет много. Конечно. Передавайте на этом месте привет ангельскому миру от нас. Мы с Верой будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые мешают развиваться, открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Непременно именно так я и сделаю. Благодарю вас. Также мы никогда не прощаемся, я говорю. Уважаемый Азель, до скорых встреч. Всего наилучшего. Высоких вибраций, чистых энергий. И до скорых встреч. В добрый путь. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Виталий, мы закончили встречу с вашим замечательным куратором Азель. Она ответила на все ваши вопросы. Вы всё поняли? Я нахожусь в таких прекрасных энергиях. Да, я всё понял. И я благодарю вас за эту встречу. Замечательно. У вас есть очень много домашнего задания, которые вы должны проанализировать. Слушайтесь. Каждое слово вашего куратора, он знает, о чём говорит. Это ваш ангел-хранитель. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии и знания перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виталия в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта.